Кубок мира по силовому экстриму Доброе утро, дорогие друзья! О чем вы думаете, когда просыпаетесь? Лично я о том, как побыстрее собраться на работу и почему завтрак не может приготовить себя сам. Но сегодня, во Всемирный день океанов, я задумалась о другом. А именно о том, как спасти нашу планету от загрязнения мировых вод. Ну и, конечно, обратилась за советом к экспертам по всем вопросам, к своим коллегам. Загрязнение мирового океана меня очень волнует, особенно после того, как я узнала, что микропластик уже нашли в грудном молоке и в плаценте. Это, по-моему, повод всем задуматься и остановиться в безумном своем потреблении. И вот обычные ежедневные вещи, которые я использую, например, бутылка, в которой у меня всегда в сумке, в рюкзаке вода питьевая. Шоперы, красивые сумки. Вот, отказывайтесь от пластика в быту каждый день. Ну, в первую очередь, нужно спасти свою грешную душу. И уже после этого спасать океан. А как спасти грешную душу? Хороший вопрос. Я еще не придумала. Если мы спасаем мировой океан от пластика, то можно не беспокоиться, потому что, насколько мне известно, уже существует вид молей, которые могут есть пластик. Их личиночки кушают пластик. От мазута не особо парюсь, дизель тоже. В общем-то, все, что мы получаем из земли, оно туда и возвращается, независимо от формы. 100 тысяч лет, 500 тысяч лет. Какая разница? Не имеет большого значения. Потому что через миллион лет, если мы останемся в живых, у нас будет уже не Земля, а Терра-1. Я надеюсь, на колонизацию космоса. Мне вот хочется вспомнить по этому поводу Джорджа Карлина. Когда он говорил, а может быть, Земле нужен весь этот пластик. Может быть, через миллионы лет мы получим из него новое топливо. Как сейчас вот у нас используется нефть, которую получают из некогда умерших динозавров. Была серия благотворительных роликов, где Джулия Робертс озвучивала «Мать природу». «Океан» кто-то тоже озвучивал из знаменитых актеров, не помню, правда, кто. И мысль едина. Мы – никто. И природа без нас может. А вот мы без природы, кажется, нет. Бесценные советы, которые должны взять на вооружение экологи этого мира. На календаре 8 июня, вторник. И мы начинаем. Сегодня, 8 июня, на Кольском полуострове ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь, местами грозы. Ветер южный, юго-западный – 2,7 метра в секунду. На севере области – северо-восточный – 6,11 метров в секунду. В Кандалакше – плюс 21 градус. В Апатитах и Кировске – плюс 19, плюс 21. В Никеле и Заполярном – 16 градусов выше нуля. До 17 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске – плюс 15, плюс 17. Удачного вам дня! В выходные выдались по-спортивному жаркими. В минувшее воскресенье состоялись очередные игры чемпионата Мурманской области по мини-футболу. О результатах расскажет наш корреспондент Юлия Константинова. Лига мини-футбола «Мегаспорт» уже несколько лет подряд является крупнейшим турниром Мурманской области. Участвуют 16 мурманских и 14 иногородних команд из Североморска, Гаджиева, Полярных Зорь и Манчегорска. Сборная Кольской горно-металлургической компании «Манчегорск» является фаворитом чемпионата. По итогам нынешнего сезона сборная «Манчегорска» попала в тройку лидеров и до последнего претендовала на большой чемпионский кубок. Но буквально один удар на последних минутах в игре с Кировским Апатитом отдалил команду от первого места. В итоге команда заняла второе место в групповом этапе чемпионата. Мы участвовали в пяти разных турнирах, четыре раза дошли до финала. Правда, четыре раза проиграли. Но я думаю, в следующем году мы потренируемся побольше, обновим состав и сделаем шаг вперед и выиграем. В минувшее воскресенье сборная «Манчегорска» встретилась на поле с мурманской командой «Пинта Никель». Игра завершилась результатом 1-3 в пользу противника. Сегодня соперник был принципиальный, но, к сожалению, мы к этой игре подошли. Все травмированы, перетравмированы. И такой бой, битвы не получилось. Соперник переиграл нас. Ну, ничего страшного. Мы все в финал вышли. Потом заживем все раны. И, думаю, дойдем как минимум до полуфинала, до финала. Там мы уже встретимся и возьмем реванш. Многие прошлые чемпионаты лиги закончились равным счетом или с преимуществом соперника всего в один мяч. Это говорит о высоком мастерстве футболистов. Так, например, один из участников команды «Пинта Никель» является членом молодежной сборной России по мини-футболу. Сама атмосфера, которая сборная, конечно, это какая-то гордость. Ты понимаешь, что ты можешь поехать, возвращаясь в свою страну. Большая ответственность. Но впечатления только положительные. С 20 июня начинается стадия плей-офф. Это отличная возможность для каждого футболиста проявить свое мастерство и упорство. По итогам этапа в финале встретятся сильнейшие команды Мурманска и области. Пожелаем спортсменам удачи и пускай победу одержат самые достойные. Юлия Константинова, Павел Третьяков, ТВ21+. Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас. Овны. Вы чувствуете себя королем, потому что ваши идеи находят отклик и воплощение. Продолжайте в том же духе. Тельцы. Невозможно вырастить здоровое дерево на сухой почве. Так и ваши близкие. Если хотите, чтобы они были счастливы, то старайтесь создавать для них комфортную и уютную обстановку. Близнецы. Сегодня следует сосредоточиться на работе. Проект, в котором вы задействованы, принесет вам настоящий успех. Раки. Берегите в себе ребенка. Беззаботность, наивность и вера в чудо порой необходимы всем, даже самым суровым и серьезным людям. Всем привет. Я думаю, современного человека очень сложно удивить. Тем более водителя. На дорогах что только не случается. То козел бросится под колеса, то медведь. Но если козлы на дорогах дело привычное, то стадо коров, нарушающие правила дорожного движения, это что-то новенькое. Такое зрелище даже искушенного водителя заставит достать телефон из кармана. Свидетелем необычного зрелища стал житель Манчегорска Кирилл Солодков. Стадо коров, идущих по дороге в 3 часа ночи, было для северянина полной неожиданностью. Кроме того, автор видео пожаловался, что животные заняли всю встречную полосу. Лично у меня эти животные вызвали только приятные эмоции. Сразу вспомнилось бабуля, детство, вкус свежайшего молока и садовой клубники. Все-таки что может быть прекраснее лета в деревне? Наверное, только наша программа. Кстати, самое время узнать, что еще нас сегодня ждет. Сила есть, ума хватает. Атлеты со всего мира встретились в Терибирке. Ищем ответы в небесах. Лунный прогноз от Юлии Константиновой. Человек-праздник. Гость утренней студии Андрей Лельков. Сегодня день рождения отмечает Иван Штыль, российский гребец-канаист, спринтер, чемпион мира и Европы. Поздравления принимает музыкант, солист питерской рок-группы Animal Jazz Александр Красавицкий. А еще в этот день родился Иван Крамской, русский живописец и рисовальщик, художественный критик. Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу. И сегодня у нас в гостях Андрей Александрович Лельков. Очень рада видеть вас накануне юбилея. Спасибо. Спасибо. Я тоже рад быть первый раз в студии ТВ-21. Очень интересно, как вы собираетесь отмечать ваш юбилей 10 июня. Вам исполняется 50 лет. Да. Что планируется? Планируется отдых. Планируется отдых. И слава богу, лучший подарок для меня в этот юбилей, это то, что мой сын, которому 26 лет, он сказал, папа, ты должен просто спокойно проснуться 10 числа и прийти на работу. Мы тебе все устроим. Все. Вот, собственно говоря, я поэтому жду 10 числа. Как там все будет, я не знаю. Но он надеет, что все будет хорошо и замечательно. И в этом отношении я имею право больше гордиться своим сыном, чем мой отец. С мною, потому что я пока не могу так сказать своему отцу, пока все свои праздники он делает сам. И мы там, ну, мы стараемся, конечно, как-то помочь. Но так вот, чтобы прям вот совсем ничего не надо было делать, я так не могу пока сделать. Мой сын пока это делает прекрасно. Мне кажется, вашего отца, в принципе, сложно удивить, потому что без него не обходится ни один праздник у нас в городе. Ну. И он хорошо знаком с северянам. В общем-то, интересно, а вы продолжаете его дело? Нет, я не могу сказать, что я продолжаю его дело, потому что тот масштаб, который может делать мой отец, к сожалению, мы сейчас даже не в состоянии понять. Ну, и я все равно говорю, что здесь не наша вина. Просто он жил, работал и учился в том государстве, который назывался Советский Союз. Мы уже все-таки, ну, немножко меньше масштаб. Поэтому вот это самая главная проблема. Ну, и еще одна большая проблема – это очень мало сейчас профессионалов. Сейчас все стараются, вот, как вы говорите, удивить. Все стараются удивить, и неважно чем. Хайпануть. Ну, вот, я не хотел это, потому что Пау здесь сказал бы, хайпануть, то как бы я и против этого слова. Ничего в этом слове. Знаете, как сейчас все говорят, давайте подойдем к вопросу креативно. Что это означает по-русски? Это означает, давайте подойдем к вопросу творческий. Но креативно почему-то нравится больше такая завуалированность. Никто не знает, что это может в итоге означать. Но тем не менее. Поэтому мне бы очень хотелось бы, конечно, быть продолжателем дела моего отца, но масштаба, конечно, не хватает. Хотя мы учимся рядом с ним каждый день. Мы пытаемся это все взять, но очень тяжело, я вам хочу сказать. Это профессионалы высочайшего уровня. Но ваша работа так или иначе тоже связана с праздниками. Да. Чем вы занимаетесь? Причем сейчас я уже даже, я не могу сказать, что я работаю. Я не мешаю работать тем людям, которые работают со мной. Потому что вот они как раз тоже профессионалы высочайшего уровня. Я себе позволю их сейчас перечислить. Это три замечательных девушки, которые со мной работают. Это Наталья, Анна и Евгения. И то, как они одевают праздник воздушными шарами, у нас... И это нельзя будет, скорее всего, как-то поменять в ближайшее время. К воздушным шарикам у нас сейчас все равно относится к такой детской забаве. И то, что делают мои девчонки по оформлению, это... Ну, даже меня это всегда удивляет. Я захожу, и вот я удивляюсь, как это можно было сделать из таких, казалось бы, совершенно простых и несложных материалов. Но, тем не менее, им это удается. Поэтому тут самое главное мне мешать и помнить, что доброе слово и кошке приятно, а уж творческому человеку тем более. Поэтому я вот стараюсь их просто хвалить, благо есть за что. За что вы любите свою работу? За то, что я очень часто вижу улыбающихся людей. И в связи с этим я считаю, что моя работа, она относительно легкая и замечательная. И работа, допустим, врача или милиционера, то, мне кажется, она сложнее. Потому что они чаще сталкиваются с болезнью, с какими-то проблемами. А мы сталкиваемся с праздниками. Несмотря на то, что праздник – это дело серьезное, и прям совсем уж так безлаберно к ним относиться нельзя, но, тем не менее, когда я привожу воздушные шары на доставку, мы чаще всего видим улыбающихся людей, и это очень приятно. Это помогает. Наверняка у вас, скажем так, в запасе очень много интересных историй, которые вы прямо сейчас можете с нами поделиться. Нет, у меня никогда нет в запасе историй, потому что я все время жду новых, и я стараюсь жить по принципу нам рано, жить воспоминаниями, какими бы ни были они. Поэтому еще раз говорю, самое-самое замечательное всегда – это то, что когда мы приносим какое-то открытое, какое-то поздравление в дом, люди всегда очень радуются. Ну, самое всегда замечательное – это когда… Мне, кстати, очень нравится, вот это не то чтобы какая-то конкретная история, но вот, вы знаете, какой-то очень большой, очень дорогой заказ. А приезжаешь, ну, такую, откровенно, хрущевку, где… и шарики-то туда тяжело. А я думаю, ну, какие все-таки молодцы родители. Они живут очень скромно. И для ребенка они делают такое яркое восстановление. Могли бы… В общем, этому ребенку и 10 шариков под потолок было бы замечательно. Нет, какую-то фигурку, какую-то надпись. Вот, посмотри. Вот это меня очень сильно сейчас радует. Вот прям просто замечательно. И это таких заказов очень много. Вот это вот то, что я могу сказать. Вот просто после этого как-то идешь уже очень довольный и счастливый. Андрей Александрович, спасибо, что сегодня посетили нашу студию. Надеюсь, вы получили удовольствие. Мы, во всяком случае, точно. Хорошо. Я желаю вам дальнейших творческих успехов. Дарите людям радость. Вы занимаетесь очень прекрасным делом. Спасибо. Спасибо вам большое. Прямо сейчас продолжение гороскопа. Львы. Не все люди честны с вами. Учитесь угадывать подтекст и распутывать интриги. Иначе ваша репутация может пострадать. Девы. Уравнений, которые вы решаете, слишком много неизвестных. Чтобы разобраться в проблеме, нужно собрать больше информации. Весы. Не будьте легкомысленны в отношении финансов. Сейчас вам нужно тщательно продумывать все будущие расходы. Скорпионы. Физическая нагрузка – это то, что вам сейчас нужно. Пробежка на свежем воздухе или интенсивная тренировка помогут избавиться от дурных мыслей и очистить сознание. Доброе утречко. В последнее время северянам некогда сидеть по домам. Нужно ловить драгоценные моменты. Все-таки солнышко выглянуло наконец. Вот, например, в Кировске прошел чемпионат области по мотокроссу. Давайте посмотрим, как это было. Редактор субтитров А.Семкин Что ж, надеюсь, все зарядились этой мощной энергией бодрить даже через экран лучше, чем чашка кофе. Ну а прямо сейчас самое время узнать, что будет в финальной части выпуска. Кубок мира по силовому экстриму. Как это было? Доброе утро. Новая неделя несет с собой новые события, мысли и энергии. Чтобы день задался с самого начала, послушайте прогноз. Итак, вторник, 8 июня. Один из наиболее светлых и спокойных дней. Символом этого дня является лотос, олицетворяющий возрождение, творение, обновление. Прекрасный день, лишенный суеты и напряжения. Сегодня не стоит конфликтовать и что-либо доказывать. Лучше прожить это время, не сопротивляясь течению жизни. 28-й лунный день загадочен и мистичен. С вами могут произойти различные чудеса, но при этом каждый получит то, чего достоин. Также рекомендуется провести этот день с пользой, совершать благие дела и сеять добрые мысли. Если в прошлом вы бескорыстно помогали другим, то получите награду за помощь. А вот любые неприятности, которые произойдут с вами сегодня, это повод задуматься о своем поведении. День благоприятен для работы и бизнеса и хорошо подойдет для решения финансовых вопросов. Все сложится удачно, если не давить на ситуацию и помнить, что Вселенная сама устроит все наилучшим образом. Сегодня запрещены любые разрушительные действия – рвать цветы, выкорчевывать деревья и даже ловить рыбу. Но зато день подходит для спокойных встреч с любимыми в тихом, нешумном месте. Я желаю всем замечательного дня, наполненного яркими событиями и приятными встречами. Всех обнимаю и увидимся завтра. Юлия Константинова, Андрей Бричко, ТВ21+. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 8 июня, 72 рубля 92 копейки. Курс евро 88 рублей 65 копеек. 10 норвежских крон сегодня равны 87 рублям 86 копейкам. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и на то, как мужчины поднимают всякие тяжести. Огонь и воду я вам сегодня не обещаю, а вот мужчин – пожалуйста. В Териберике прошел Кубок мира по силовому экстриму. Там побывала моя коллега из редакции новостей Элина Шагенова. Она и расскажет, как все прошло. Драйв, мощь и сотни заряженных людей, богатыри разных стран собрались почти на самом краю земли, чтобы выяснить, кто из них сильнейший не только физически, но и духом. Впереди пять тяжелейших упражнений, усложняет ситуацию и северная погода. Дождь, сыро, холодно – это вносит свои коррективы. И атлет, который, несмотря на это, покажет лучшие результаты, как я уже сказал, приспособится к реальности, к этим обстоятельствам, тот и сможет победить. Но, безусловно, здесь случайно победить невозможно. У нас в составе пять чемпионов мира, конкуренция будет очень высокая. Кубок мира по силовому экстриму вот-вот начнется. Им же через пару минут. Первый – не силовой, но знаковый рекорд будет установлен. Ведь за полярным кругом это соревнование проходит в первую очередь. 13 участников, 8 стран. Россию представляют пятеро силачей. Среди них и Артем Тарасов. За спиной годы тренировок и серьезный багаж достижений. Но повод для волнения все же есть. Самый зрелищный, самый сложный этап – это будет, получается, подъем шаров. Вес 205 килограмм, а в нашей категории 205 килограмм – это мировой рекорд. Поэтому я ни разу 205 не поднимал, только на колени закатывал. Поэтому посмотрим, все соревнования покажут. В общем, за день каждый из участников поднял несколько тонн. Не обошлось и безопасных моментов. Мурманчанин Леон Мирошник, выполняя рывок штанги, получил травму. Восстанавливаться после такого спортсмену придется не менее полгода. Травма мурманчанина «Северян» огорчила. Но, несмотря на это, остальных участников зрители поддержали достойно. Следили за состязаниями до победного. На холоде простояли порядка 7 часов. К слову, среди них была и возлюбленная одного из выступавших. Переживаешь тренировок? Нет. Почему? Потому что он всех выиграет. Вера девушку не подвела. Синейшим оказался самый молодой участник соревнований. 24-летний Давид Шамей из Белгорода. Как признался сам атлет, сомнений в победе не было и у него. С этим уехал. То есть сомнений вообще не было? Как останавливаться будете? Есть спать. Впрочем, на это у Давида Шамей есть всего неделя. Дальше новые соревнования и новые достижения. Элина Шагенова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. И снова за советом к звездам. Стрельцы. Вы слишком много сплетничаете. Промывая косточки окружающим, вы рискуете сами стать объектом насмешек. Будьте выше этого. Козероги. Запуская руки во все процессы, вы рискуете упустить самое главное. Не разменивайтесь по мелочам. Пускай каждый занимается своим делом. Водолеи. Жесткая критика не всегда эффективна. К некоторым людям нужно искать другой подход. Например, дать дельный совет или морально поддержать. Рыбы. Самое время сосредоточиться на личной жизни. Дела общественные сейчас для вас не так важны, а вот на любовном фронте будут происходить яркие события. На сегодня все, друзья. Я с вами прощаюсь и желаю всем отличного настроения. Пусть в вашей жизни всегда будет повод для того, чтобы улыбнуться. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова